Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня мы побеседуем с временно исполняющим обязанности ректора РГАТУ Шемякиным Александром Владимировичем. Здравствуйте! Давайте начнем с общего вопроса, каких специалистов сейчас выпускает ВОЗ. Здравствуйте! Действительно хотел бы немножко поговорить о истории нашего университета. Во-первых, Рязанский государственный агротехнологический университет является правоприемником сельскохозяйственного института, который в 1949 году был создан. Создан был из-за того, что была проблема квалифицированных кадров на селе, и необходимо было бы готовить именно в этом направлении кадровый потенциал. Подготовка шла по двум направлениям – это агрономия и зоотехния. И ВОЗ на сегодняшний момент имеет богатую историю, сложившиеся традиции. И динамично развиваясь, мы всегда работали в том направлении, чтобы увеличивать количество программ обучения в рамках тех требований, которые предоставляет нам регион. И на сегодняшний день основной миссией нашего университета – это подготовка высококвалифицированных кадров, проведение научной и инновационной работы в рамках обеспечения кадрового потенциала, научно-инновационного потенциала региона. Ну, не только в направлении сельское хозяйство, которое для нас профильное, но и в других направлениях экономики региона. Коснулись немножко истории, но все не стоит на месте, все развивается. Что сейчас принципиально нового может предложить университет? В первую очередь хочется сказать, что образование – это на сегодняшний день самая инновационная отрасль. И молодые наши школьники, абитуриенты, приходя в стены университета, любого университета, должны получить современные знания о современных технологиях, о современном оборудовании. И в рамках вот этого мы очень глубоко работаем. Наши обучающие программы, они постоянно перестраиваются. Мы стараемся их перестраивать по содержанию в рамках изменяющейся ситуации на сегодняшний день. И сейчас вот очень модно цифровизация. Мы сейчас как раз работаем в рамках цифрового сельского хозяйства, цифрового транспортного обеспечения. Ну, вот в тех профильных направлениях, которые у нас есть в университете. Изменяя и рабочие программы, и учебные планы, и основные методики преподавания. И очень важно, очень важно – это практикоориентированная деятельность. Поскольку без практики, без индустриальных партнеров, без тех хозяйств, с которыми мы работаем, мы просто не сможем построить образовательный процесс целиком. Поскольку, ну, естественно, в наших благоустроенных, материально-технически обеспеченных аудиториях студенты получают теоретические знания, может быть, долю практических знаний. Но в любом случае, приходя на производство, на практическую деятельность, они получают там больше знаний. Вот в рамках таком тандеме мы строим наше современное инновационное образование, которое даст возможность выйти уже из наших стен конкурентоспособным человеком и найдет данный выпускник себя на рынке Рязанской области и, может быть, даже в стране в целом. Вы говорите, что учите работать в будущих выпускников, студентов с современным оборудованием. Но для этого нужно тоже какое-то современное оборудование. И отсюда вопрос – есть ли такое в ВУЗе? Конечно. Ну, хочется сначала сказать о том, что мы имеем об этом за деле. Во-первых, у нас есть четыре корпуса благоустроенных, пять благоустроенных общежитий. У нас есть недавно отремонтированный дворец культуры на 700 посадочных мест. Это по объему второй в регионе. Конечно, это библиотечные ресурсы библиотека, 700 тысяч экземпляров книг. Это информационное полностью обеспечение к электронным ресурсам, к электронным книгам. Это столовые, это кафе для студентов, это спортзалы. То есть не только образовательный процесс нам важен, но и досуг наших студентов и абитуриентов, которые ходят на подготовительные курсы. Поскольку я считаю важным, что образовательный процесс – он образовательный процесс, но досуг и заинтересованность в образовательном процессе растет от того, что если в неучебное время ребята общаются, какими-то культурно-массовыми мероприятиями занимаются, то есть это стимулирует их к повышению общения, взаимодействия и с преподавателями также, потому что преподаватели в этой системе также участвуют. И вот в таком направлении мы идем. Ну а что говорить о материально-технической базе современной? Конечно, мы работаем в этом направлении, поскольку это очень важно для нас, мы ее постоянно развиваем. И вот хотелось бы несколько вот этих моментов сказать. Особенное развитие нам помогает выполнять именно сотрудничество с крупными сельхозпроизводителями нашего региона. Это, ну, к примеру, если брать, допустим, Вакина Агра, мы давно уже с ними взаимодействуем. Это очень перспективное развивающееся предприятие на сегодняшний день в нашем регионе. Мы с ними сотрудничаем по созданию классов. И вот один из классов – это компьютерный класс по доступу в их производственные цеха, онлайн-доступы. То есть студенты имеют возможность визуально видеть, каким образом происходит технологический процесс, допустим, на роботизированных фермах, которые в Вакин Агра – это вот в Европе, наверное, крупнейшее и современное оборудование. Далее, конечно, мы сотрудничаем и с производителем сельхозтехники – это Агромаш, Кировец, Гомсельмаш, Ростельмаш, Доловаль, с которыми у нас договора о сотрудничестве заключены. И они нам помогли также создать специализированные, оснащенные современным оборудованием, аудиторией, где происходят занятия, и ребята уже могут, соответственно, визуально посмотреть, участвовать в технологических процессах с помощью оборудования, которое предлагают нам наши индустриальные партнеры. Ну, конечно, и по ветеринарной медицине, там кабинет у нас окушествия и гинекологии мы создали. И при помощи правительства Рязанской области у нас был создан информационно-консульционный центр «Центр леса». Тоже недавно мы его запустили. Там у нас и совещание проходит, очень интересная такая площадка дискуссионная, поскольку мы на нее приглашаем и сельхозтоваропроизводители, участвуют и правительство Рязанской области, и студенты, и преподаватели. То есть вот в рамках науки, образования и, соответственно, производства мы ищем какие-то новые пути нашего совместного взаимодействия. Ну и, конечно, работает попечительский совет в университете. И вот благодаря попечительскому совету мы последнее, что сделали, это оборудовали доильный зал. По последнему слову техники, и его запустили в образовательный процесс. То есть мы не стоим на месте, развиваем постоянно материально-техническое обеспечение. Это главное для нас, поскольку нужно на чем-то учить, а учить необходимо на современном оборудовании. Проблема последних лет – это дистанционное обучение из-за ограничений в связи с пандемией. Как-то изменило оно обучение в ВУЗе? Да, как все ВУЗы, в апреле мы перешли, прошлого года перешли на дистанционные формы обучения. Но для нас это не стало большим сюрпризом. Перешли мы спокойно, поскольку мы использовали технологии в рамках дополнительного профессионального образования. И поэтому мы распространили просто данную методику на другие направления. Существующая в ВУЗе на то время и на сегодняшний день электронно-образовательная среда, она позволила нам абсолютно не потерять качество образовательного процесса, поскольку она насыщена действительно существующими новыми эмоционными методиками дистанционной формы обучения. Но использовали программу для контроля знаний, такая современная РУЗГАРД, которая позволила нам еще и оценивать знания студентов грамотно, качественно, не нанося каких-то эмоциональных проблем для студента. И, в принципе, мы нормально пережили прошлый год. Вот сейчас с февраля месяца вышли практически все уже научные формы обучения, не используя дистанционные формы. Но мы будем развивать это направление, поскольку оно актуально. Актуально, мы поняли, и жизнь нас заставляет думать на перспективу. Поэтому я думаю, что мы будем параллельно использовать и очные формы обучения, и дистанционные форматы, поскольку они необходимы. Вот студент-абитериант поступил в ВУЗ, студентом он отучился, закончил. Но заботится ли ВУЗ о своих студентах после обучения? Да, конечно. Мы проводим полностью сопровождение наших абитуриентов, потому что нам все-таки не безразлично, куда они пойдут, где они будут работать. Ну и некоторые даже просто не понимают после окончания университета, где бы они могли себя найти, потому что есть такие ребята. В нашем университете создан центр содействия трудоустройства и занятий студентов. Основные направления деятельности этого центра – это, во-первых, сопровождение, сопровождение студента от первого курса. То есть мы должны в рамках мониторинга, в рамках информационного обеспечения доносить на наших ребят, какие все-таки условия, какие условия адаптации на новом месте. Потому что есть даже у нас и курсы определенной адаптации молодого специалиста, допустим, на новом месте. И, естественно, в рамках этого направления мы размещаем информацию. У нас есть на сайте раздел трудоустройства, где полностью проводится информационное обеспечение, новые что-то, вакансии, какие-то места и так далее появляются. Далее индивидуальная работа с каждым студентом, поскольку много ребятишек именно в наш центр приходит. И приходит, еще раз повторяю, не на четвертом курсе, или не на пятом, не на последних, а приходит на втором, на третьем. Потому что все-таки я вижу, что молодежи, интересна их судьба, где они будут работать, где они смогут заработать свой, как говорится, хлеб с маслом, где они смогут создать безопасность своей будущей семьи и так далее. Вот в этом направлении мы работаем. Ну, а взаимодействие с сельхозтоваропроизводителями, с промышленностью, с транспортом и так далее, ну, со всеми направлениями, с которыми мы работаем, помогает нам в этом. И очень важное место у нас занимает проводимые несколько раз в год – это ярмарки-вакансии. Ярмарки-вакансии – это площадка, где производство, сельхозтоваропроизводитель, производитель, транспортник и так далее, могут пообщаться воочию с теми выпускниками, с теми студентами, которые сегодняшний день получают определенные знания и компетенции в нашем ВУЗе. Ну, и, естественно, найти для себя подходящих сотрудников, потому что живое общение ничто не заменит в любом случае. Вот эти площадки у нас существуют. Ну, и, конечно, вот правильное, грамотное сопровождение, доведение студента до того места, где ему будет комфортно, это, я считаю, тоже одна из основных задач ВУЗа. И такой общий вопрос. Как вы оцениваете позицию вашего ВУЗа, РГТУ, на рынке современного высшего образования? Да, вопрос очень интересный и сложный для руководителя. Но я могу сказать, что каждый год оценивается качество подготовки и эффективность работы ВУЗа по различным рейтинговым и мониторинговым показателям. Мы в этих рейтинговых мониторинговых показателям участвуем. Ну, можно сказать так, что каждый год Министерство науки и высшего образования проводит такой мониторинг именно по качеству и эффективности работы ВУЗа. И ежегодно мы показываем неплохие показатели. Также профильные министерства нашего учредителя, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ежегодно проводит этот рейтинг. В прошлом году, по показателям прошлого года, мы заняли 18 место из 54 ВУЗов. Неплохое место, я считаю, поскольку очень там жесткие требования, очень высокие показатели. Мы работаем в этом направлении и будем работать в дальнейшем. Если говорить о системе качества, получили уже в пятый раз сертификат качества по системе качества образования. В рамках науки, образовательного процесса оценивалась инновационная деятельность. Сертификат говорит о том, что те условия и те показатели работы ВУЗа соответствуют международному стандарту качества, существующему на сегодняшний день. Далее, естественно, направление нашей подготовки проходит общественную аккредитацию, то есть оценку именно производством. Участвует торгово-промышленная палата, причем не наша, не нашего региона. Приезжают непосредственно независимые эксперты. И именно рассматривают в разрезе востребованности, разговаривают, тестируют индустриальных наших партнеров, смотрят, действительно, сколько количества студентов входит в профильное направление, то есть по которому мы обучались и так далее. То есть вот в этом направлении мы также работаем, поскольку для нас это важно. Ну и, конечно, если рассматривать еще некоторые рейтинги, вот последние рейтинги – это рейтинг по востребованности студентов, выходящих из наших стен. Мы заняли шестое место в Российской Федерации. Рейтинг «Национальное достояние» заняли 13 место из 251 ВУЗа Российской Федерации, участвующих в этом рейтинге. Ну и если брать это по высшему образованию, если брать среднепрофессиональное образование, тут еще более хорошие показатели. Мы вошли в топ-500 образовательных учреждений, потому что это не только высшее образование, среднепрофессиональное образование, в топ-500 в России и в топ-3 по Рязанскому региону. Востребованность на сегодняшний день наших специалистов, выходящих из наших стен, где-то 97,6% из всех 100%, которые выходят из наших стен. То есть вот в рамках этих показателей мы считаем нашу работу хорошей, но мы будем ее в любом случае развивать, и наш динамически развивающий ВУЗ достигнет еще более высоких показателей. Александр Владимирович, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Спасибо большое. И до встречи. Спасибо.